3 миллиона 162 тысячи населения Узбекистана являются лицами старшего поколения. Из них 221 участник Второй мировой войны, 9965 участники Трудового фронта, 22 745 человек – одинокие, пожилые, нуждающиеся в заботе других людей. Об этом сообщено на брифинге в АМК при участии руководителя информационной службы Министерства по поддержке Махали старшего поколения Саадат Баймерзаевой. По инициативе главы государства, согласно соответствующему заявлению Кабинета Министров, а 26 сентября 2022 года с 3 по 9 октября текущего года во всех регионах страны были организованы недели пожилых людей под девизом «Почитание, уважение к пожилым людям – это благородный добродетель нашего народа». По данным информационной службы Министерства по поддержке Махали старшего поколения Республики Узбекистан, во всех Махалях нашей страны проводились культурно-просветительские благотворительные мероприятия, конкурсы, встречи старшего поколения, молодежи, в том числе пожилых людей, проживающих в домах-интернатах Сахават и Мурават. В рамках недели пожилых людей в Алмалыке также были организованы тематические мероприятия, направленные на всемирную поддержку представителей старшего поколения и повышение их социальной активности. В школе номер 20 состоялась встреча ветеранов педагогической деятельности с молодыми специалистами. В адрес наставников прозвучали слова благодарности, пожеланий и поздравлений с праздниками Днем Учителя и Наставника и Международным Днем пожилых людей, чьи жизненные опыты и мудрость помогают молодым педагогам освоить азы профессии. Большой праздничный концерт, посвященный Месячнику пожилых людей в Алмалыке, прошел во Дворце культуры Металлург 8 октября. Почетных гостей праздника Аксакалов-Махалей нашего города порадовали музыкальными номерами лучшие вокальные и хореографические коллективы Алмалыка, отдела культуры Хакимията, Центр культуры Кимюгар, Дворца культуры Металлург. Со сцены Дворца культуры выступили представители Хакимията, отметившие, что в нашей стране с почитанием относятся к людям старшего возраста. Государство стоит на страже их прав и интересов. Так, к примеру, за прошедший период текущего года пожилым гражданам Республики Узбекистан предоставлено 1775 инвалидных колясок, 1489 слуховых аппаратов, 2132 трости, 1016 очков, 864 других средств реабилитации. 475 124 гражданина старшего поколения прошли бесплатно углубленное медицинское обследование. Из 22 745 пожилых, 3565 лицам, нуждающимся в заботе других людей и одиноким, предоставлены лекарственные средства, 8266 продукты питания, 3785 материальная помощь, а также 168 людям отремонтирована жилая площадь. Систематическая помощь оказывается и нуждающимся в социальной поддержке пожилым гражданам Алмалыка. Праздничную программу продолжил благотворительный обед в одном из залов торжества Алмалыка. За щедро накрытые столы были приглашены Аксакалы Махалей, ветераны труда, организации, предприятий города, люди, благодаря которым рос и развивался наш любимый Алмалык. Собравшимся напомнили, что в Узбекистане более 3 миллионов человек или около 9% населения составляют люди старшего поколения. Для оказания финансовой поддержки престарелым, обеспечения им ежедневного ухода и внимания создана система на уровне махалей. Согласно государственной программе, ежегодно в санаториях проходит лечение более 16 тысяч одиноких пожилых людей, нуждающихся в уходе. Лекарства, протезы и ортопедические изделия для 25 тысяч малообеспеченных пожилых людей будут предоставляться государству, а стоимость хирургических операций будет покрыта из бюджета. Им будут покрывать до 540 тысяч суммов ежемесячного абонемента для посещения спортивных объектов. А стоимость билетов в театры и музеи для пожилых людей возмещается в полном объеме. Ведь почитание, уважение к пожилым людям – это благородный добродетель нашего народа.